Спасибо. Рустам Хайдаров, социолог Таджикистан. Сейчас здесь прозвучала со стороны лидера запрещенной в Таджикистане религиозной партии о том, что правительство Таджикистана разжигает ненависть в обществе. Я хотел бы дать комментарий по этому поводу и обратиться к ним таким вопросом. Разве не ненависть к советскому строю или к коммунистам предполагала то, что вы будете бороться против этого режима? В этой основе, в этой борьбе была ненависть. Второе. Когда в 1992 году эта партия захватила власть и создала так называемое правительственное национальное примирение, именно южная часть Таджикистана, которая сегодня называется Хатлонская область, была не согласна с тем, что в Таджикистане изменился конституционный строй, и эти исламисты хотят построить исламское государство. И, как показывает практика, исламисты всегда нетерпимы к тем, кто выступает против их идей. И тогда они в течение шести месяцев ввели экономическую блокаду этой области. Хотя они были мусульманами, но никакого миролюбия, никакого милосердия к своим соотечественскому мусульманам они не проявили. В результате этой акции погибло очень много людей. Позвольте попросить выступающего вернуться к теме нашей сессии. То есть я говорю, что именно ненависть к тому, что к инакомыслящим двигала этими товарищами. Также я хочу сказать, что в 1992 году в Таджикистане проживали 11 тысяч бухарских евреев. Однако после государственного переворота, совершенного боевиками этой исландской партии, жизнь бухарских евреев в Таджикистане оказалась под угрозой. Ненависть к евреям и на почве антисемитизма совершила то, что они покинули бухарских евреев и Таджикистан. И вот как описывает эту ситуацию представители еврейского агентства «Сохнут» Лев Шегалев в своем интервью изданию «Российская газета» от 26 ноября 2011 года. Цитирую. «Ситуация осени 1992 года осложнена еще и тем, что в Таджикистане практически бесконтрольно действовали эмиссары афганских группировок и иранских спецслужб, активно поддерживающих местных исламистов, то есть партию «Исламское возрождение». Те грозили смертью еврейским семьям. И сейчас хочу сказать, что идеология ненависти, которая лежит в основе этой партии, она не прекращается, живя здесь, в Евросоюзе. Они продолжают свою антинародную деятельность и в социальных сетях проходит буллинг, травлять тех людей, которые выступают за светский образ жизни в Таджикистане, которые защищают конституционный строй Таджикистана. Неважно, как они нас называют, правительство или гражданское общество, мы все есть и остаемся таджиками. Мы всегда будем гордиться за нашу нацию, за свою культуру, за свой язык. И пусть они об этом помнят. Спасибо.